Здравствуйте, я Густаво Фоллау, и сегодня вы узнаете, как сыграть на своей гитаре рок-н-ролльную песню Джонни Бегут, Чака Берри. Это очень известная песня конца 50-х, но еще более известная по фильму «Назад в будущее» 1985 года, первого фильма в трилогии. Я научу вас сыграть, используя только одну гитару, чередуя фразы ритма и соло-партии. Для этого будет использоваться полуакустическая гитара со струнами 013, с плоской обмоткой, что дает более винтажный звук. Но так как большинство людей не держит дома профессиональное оборудование, я дам небольшой совет по альтернативной настройке. Приступим. Для усилителей такого типа, я выставил низкие частоты на 25%, а средние высокие чуть больше 60%. В зависимости от вашей гитары, можно добавить высоких частот, тем самым получить более острое звучание. Ручку Presence мы оставляем на среднем положении, при этом не используя дополнительных эффектов. Для этой песни не нужно много гейна, поэтому выставляем его на отметку в 30%. Из имитации усилителей я выбрал усилитель Black Panel, так как это больше всего подходит для оригинального звучания песни. Разные гитары имеют, как правило, разную чувствительность, поэтому громкость можно выставить по своему вкусу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сейчас мы послушаем и разучим вступление, самую известную часть песни. После этого она будет постоянно звучать у вас в голове. Поехали! Эта часть достаточно проста для освоения и не требует знания множества техник, только базовые приемы. Мы разобьем вступление на пять частей. Сначала я медленно сыграю, а потом расскажу. А.Кулакова Мы начинаем первую часть со слайда на полутон. Скользим пальцем на небольшой интервал. Делаем проход на вторую струну. Делаем уверенный въезд. А теперь одним пальцем зажимаем две струны и делаем короткий слайд. Затем на шестом ладу делаем пару ударов. Пробуем. Теперь мы дважды повторим последовательность слайдов. И делаем проход к следующему блоку. Эти два последних ударов завершающие, но не заглушенные. Теперь сыграем. Оставаясь на восьмом ладу, мы добавляем средний палец на пятую струну. Играем этот аккорд два раза по три удара и один раз по два. И сразу следующая фраза. Здесь у нас идет слайд на целый тон. После слайда ставим указательный палец на шестой лад. Таким образом. С такой позиции мы получаем двойной аккорд, добавляя безымянный палец. Сразу слайд. Все достаточно просто. После слайда мы играем пентатоникой. И последний удар мы полностью глушим. Здесь присутствует последовательность из пяти бендов. Безымянным пальцем мы тянем девятый лад на полутон до десятого. Мы не возвращаем бенд, а обрываем его наверху и сразу играем шестой лад. Сделать так нужно пять раз. А теперь сначала и до конца. Четвертую часть мы начинаем так же. То, что мы только что играли. И делаем небольшой переход. И еще раз. И завершающая часть. После восьмого лада мы выставляем аккорд одним указательным пальцем. Играя этот аккорд, мы возьмем следующую ноту на седьмом ладу с помощью легато. Пятая часть. Полусвип. И финальные части партии нам уже знакомы. И точка на восьмом ладу с бемом. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.